Как выглядит самое современное вооружение и новые военные технологии? Реальные плащи-невидимки, невероятные роботы и лазерные установки. Я собрал самые безумные разработки, которые могут полностью изменить расстановку сил в мире. Скоро и солдаты не понадобятся. Почему? Скоро узнаете. И начну с южнокорейской боевой машины. Пехоты Redback. Для стрельбы с нее используется израильский ракетный комплекс Spikelar 2. Это многоцелевой вариант, способный поражать как технику, включая танки, так и укрепления. Особенно интересно, что ракету можно настроить таким образом, чтобы она пробивала 20 сантиметров железобетона, прежде чем произойдет подрыв. Очень удобно против бронированной техники. Дальность стрельбы ракеты с наземной пусковой установки составляет 5 километров. Но если установить эту систему на вертолет, дальность увеличивается до 10 километров. Также стоит отметить умную начинку ракет, позволяющую успешно отслеживать даже небольшие или временно пропадающие из виду цели. Это действительно впечатляет, ведь такая точность и адаптивность делают ракетный комплекс Spike LR-2 одним из наиболее совершенных в своем классе. А видели пушку, которая может стрелять из-за угла? Корнершот Лаунчер — это инновационное оружие, разработанное для того, чтобы стрелять из-за препятствия, не подвергая оператора риску быть пораженным. Особенностью этой системы является сгибающийся ствол, на одном конце которого установлена камера, а на другом — экран. Это позволяет оператору видеть цель и прицеливаться, не выглядывая из укрытия. Благодаря специальному рычагу-фиксатору, ствол может складываться под углом до 63 градусов в обе стороны, что предоставляет возможность контролировать широкий радиус действия, оставаясь в безопасности. Кроме того, Корнершот Лаунчер может использоваться как обычное оружие с прямым стволом, что добавляет удобства в его эксплуатации. А помните, говорил про мантию-невидимку? Квантум-стелф — это материал нового поколения, который представляет собой прозрачное, легкое покрытие, способное полностью скрыть людей, транспортные средства и даже здания. Это не просто невидимость для человеческого глаза. Материал также невидим для ультрафиолетовых и инфракрасных датчиков. Созданный Гаем Крамером, этот материал оказался тоньше бумаги и дешевле стандартной камуфляжной формы. Квантум-стелф может защитить движущегося человека, значительно усложняя задачу противнику прицелиться и нанести точный удар. Кроме того, материал уменьшает тени на 80-90%, что может быть крайне полезным для военно-морских десантников при высадках на берег. Хотя я не уверен в широком использовании такой технологии в военных операциях, определенно не хотелось бы, чтобы она попала в руки врага, особенно в условиях напряженной городской среды. Этот материал имеет потенциал революционизировать тактику скрытных операций и обороны, однако его распространение и контроль требуют особой осторожности. Весь мир осознал, что на текущий момент беспилотники являются основной ударной силой, способной изменить ход войны. IAI Point Blank — это новый тип беспилотника, часто называемого дроном-камикадзе. Это устройство способно нести полезную нагрузку в 2 килограмма, легко помещается в рюкзак и управляется одной рукой. Мало того, этот дрон способен преодолевать дистанцию в 10 километров или находиться в воздухе до 20 минут, развивая скорость до 286 километров в час. Особенно примечательно, что беспилотник оснащен функцией наблюдения за целью и способен записывать происходящее на месте. Неплохо, да? Существует множество беспилотных машин для разминирования, но заменить живых саперов до сих пор не удалось. Для защиты этих отважных солдат, особенно их нижних конечностей, были разработаны продвинутые противоминные ботинки. Например, в Великобритании модель ПП 100 обеспечивает надежную защиту, способна выдержать взрыв тротила и защищает от противопехотных мин. Эти ботинки оснащены баллистическими гетрами, которые помогают предотвратить ожоги и уменьшить травмы от осколков в области голени, повышая безопасность солдат в зонах высокого риска. На Украине начато производство паучьих ботинок, которые по своим защитным свойствам аналогичны. Эти ботинки созданы и спроектированы так, чтобы выдерживать взрывчатку. Их составной дизайн значительно снижает воздействие взрывов и осколков на ноги, обеспечивая критическую защиту во время операций по разминированию. Паучьи ботинки успешно прошли испытания против мин Блу-40-3Б и других противопехотных мин, подтверждая их эффективность в полевых условиях. А это прототип польского танка PL-01. Этот проект был представлен еще в 2013 году и заявлен как танк-невидимка. Особенностью техники должно было стать покрытие корпуса материалом, поглощающим радиоволны, а также тепловая маскировка. В основу разработки лег шведский легкий танк CV 90-0-120. Характеристики PL-01 выглядят очень впечатляюще. 120-миллиметровая пушка, совместимая со снарядами НАТО и адаптированная для запуска управляемых ракет. Беспилотная башня с дистанционным управлением, скорость до 50 км в час по пересеченной местности и запас хода в 500 км. При мощности двигателя около 940 лошадиных сил. Кстати, я уже рассказывал про дроны. Но как с ними борются? D-Drone Drone Defender — это устройство, предназначенное для их уничтожения. Принцип работы довольно прост. Нужно зафиксировать дрон в прицеле и заглушить его радиочастоты. Что произойдет дальше, зависит от начинки дрона. Некоторые могут сразу приземлиться, а другие вернутся к месту взлета на автопилоте. Заявленный диапазон работы устройства составляет 2 км, а время работы — до 2 часов. Весит это чудо техники около 7 кг. Но зато оно просто в использовании и не требует длительного обучения. Выглядит оптимистично, интересно, сработает ли это против камикадзе. Время покажет. Финские инженеры тоже не отстают на военном поприще. В феврале этого года они наконец завершили разработку уникальной мобильной минометной системы, которую назвали «Немо-контейнер». Эту систему впервые продемонстрировали еще в 2017 году. И после многих лет упорной работы результат получился впечатляющим. По внешнему виду система напоминает 6-метровый грузовой контейнер. Внутри установлено 100 мин калибра 120 мм и вся необходимая начинка для автономной работы. Одной из особенностей «Немо» является ее универсальность. Стрелять можно как с земли, так и с палубы корабля, или даже с грузовика. Обслуживает систему всего 3 человека, что делает ее довольно экономичной в плане человеческих ресурсов. Также интересен подход к защите. В зависимости от выбора заказчика, система может быть оснащена даже керамической броней. Мир действительно еще не видел ничего подобного. И «Немо-контейнер», безусловно, ставит новые стандарты в мобильных артиллерийских системах. Но как это будет работать в боевых условиях – пока большой вопрос. «Орион Смет» – это невероятная разработка из Южной Кореи. Беспилотная машина поддержки пехоты, которая уже привлекла к себе внимание на американском рынке. Разработчики представили свою новинку на военной базе США под Сеулом, что говорит о серьезных намерениях взаимодействия с американскими партнерами. Это электрическая модель, способная преодолеть до 100 километров на одной зарядке и с грузоподъемностью 550 килограммов. Но наибольший интерес представляет, конечно, ее начинка. Ведь какой же проект из Южной Кореи обходится без передовых технологий? В мозгах этой машины работает нейросеть, которая способна быстро обнаруживать и отслеживать солдат противника, а также вести ответный огонь. Кроме того, машина умеет самостоятельно передвигаться по бездорожью и готова к операциям, в которых участвует как беспилотная, так и пилотируемая техника. Эта разработка открывает новые горизонты в области военных технологий, обеспечивая поддержку пехоты с помощью автономных функций и искусственного интеллекта. Надеюсь, что взломать ее не удастся, а нейросети не взбунтуются сами по себе. Кокелновити — это первый в мире наземный перехватчик, способный уничтожать угрозы на большие дистанции. Это транспортное средство может развивать чрезвычайно высокие скорости — до 200 км в час на дорогах и до 160 км в час на бездорожье. Оно остается незаметным до тех пор, пока не будет развернута его смертоносная, полностью выдвижная система вооружения, начиная от пушки М242 «Бушмастер» до реактивных ракет. В зависимости от целей миссии на этой платформе может быть развернуто разнообразное вооружение. Кроме того, для оператора предусмотрен специальный шлем, оснащенный ИИ-интерфейсом, который обеспечивает 360-градусный обзор, оценку угроз и классификацию, а также возможности целеуказания. Правда, впечатляюще. Как вы понимаете, тема искусственного интеллекта очень актуальна в современных реалиях, особенно в дронах, которые могут творить настоящие чудеса на поле боя. Один из таких примеров — это проект под названием «Ланиус». Он представляет собой компактные модели, способные работать в мини-роях по три единицы. Это действительно добавляет новый уровень сложности и функциональности к уже существующим технологиям беспилотников. Дроны «Ланиус» способны выполнять множество задач, включая поиск людей, картографирование, разведку и классификацию целей. И, что особенно интересно, они могут действовать даже внутри помещений. Оператору достаточно задать общие команды, другие сложные маневры дроны выполнят самостоятельно. Это значительно упрощает управление и позволяет сосредоточиться на стратегических задачах. Полезная нагрузка каждого дрона составляет 150 граммов, а время в воздухе — около 7 минут. Для оптимизации использования заряда и координации групп дронов производитель предлагает перемещать их на более крупных базовых беспилотниках. Такие возможности делают «Ланиус» незаменимыми не только для военных операций, но и для задач, стоящих перед силами правопорядка. Ведь можно контролировать толпу и вычислять зачинщиков. А что скажете про виртуальный полигон? Когда можно отточить свои навыки на поле боя, не рискуя словить пулю от реального противника? «Талис Сатис» создает полноценную иммерсивную среду для обучения стрельбе, напоминая по своим возможностям продвинутую компьютерную игру. В нем доступны различные сценарии, которые включают изменения локаций, погодных условий и времени суток, добавляя реалистичности в процесс обучения. Инструктор может видеть детализированную статистику каждого ученика, контролируя весь процесс обучения. В обработку данных включено все — от давления на спусковой крючок до положения прицела. Это позволяет инструктору не только следить за прогрессом каждого ученика в реальном времени, но и корректировать обучение, уделяя внимание индивидуальным потребностям. К тому же тренажер подходит для групповых тренировок, что делает его идеальным инструментом для подготовки целых отрядов. Основная задача этого тренажера — помочь инструкторам работать максимально эффективно, обеспечивая качественное и целенаправленное обучение стрельбе. Это прекрасный пример того, как современные технологии могут улучшить и ускорить обучающий процесс в области военной подготовки, позволив получить боевой опыт, не находясь на реальном поле боя. А этот дрон-камикадзе привлек внимание на международной оборонной выставке IDEX. Рафаэл Спайк Фаерфлай предназначен для поражения небольших подвижных целей, что делает его идеальным инструментом для точных и быстрых операций. Дальность полета этой модели составляет 1 километр, а заряд батареи хватает на 15 минут полета. С дополнительными батареями время работы удваивается до 30 минут. Особенно удобно использовать этот дрон в городских условиях, благодаря его способности к вертикальному взлету. В комплект поставки входят три дрона — блок управления, батареи, зарядное устройство и рюкзак. Весь этот комплект легко переносится одним солдатом, что упрощает мобильность и готовность к немедленному использованию. Использование этих дронов вооруженными силами США служит отличной рекламой для модели, подчеркивая ее надежность и эффективность. Эти дроны-камикадзе показывают себя как высокотехнологичные решения для современных боевых задач, способные быстро и точно достигать своих целей. Военные конфликты традиционно происходили на Земле, но сейчас они все чаще переносятся в воздушное пространство, как я уже и говорил ранее. Особенно опасны в настоящее время маленькие дроны, которые могут наносить колоссальный ущерб. В ответ на эту угрозу была разработана немецкая система противовоздушной обороны Skynex, обладающая функциями стабилизации и самонаведения. Она работает на сверхкоротких дистанциях, в радиусе до 2 метров, целясь в крылатые ракеты и БПЛА, такие как иранские дроны Шахет. Skynex способна выпускать до 1000 выстрелов в минуту с использованием 35-мм боеприпасов, демонстрируя эффективность стрельбы до 100%. Система поражает своей мощностью и удивительно доступной стоимостью. Каждый блок стоит около 4000 долларов. В качестве сравнения, одна ракета из классической американской системы противовоздушной обороны Hawk – 250 тысяч долларов. Еще более интересен факт, что уже проводились испытания версии Skynex, оснащенной 30-киловаттным лазером. Концерн Ryan Metal представил настоящую инновацию в мире бронетранспортеров. Называется это чудо техники FUX Evolution. Это дальнейшее развитие уже зарекомендовавшей себя модели FUX 1. Инженеры, как и прежде, делают ставку на мобильность, надежность и защищенность. Интересно, правда? Благодаря универсальной базовой платформе этот БТР можно трансформировать во что угодно. От скорой помощи до инженерной машины или даже средства радиоэлектронной борьбы. А еще этот бронетранспортер оснащен двигателем мощностью 455 лошадиных сил, который позволяет разгоняться до 100 км в час. Полезная нагрузка транспортера – целых 9 тонн. И что особенно важно, FUX Evolution рассчитан минимум на 20 лет эксплуатации. Запчасти и возможности обслуживания, судя по всему, будут доступны без проблем. Но не стоит забывать, что новые технологии редко сразу попадают на поле боя. Обычно это происходит спустя десятки лет. Кстати, если вы интересуетесь все необычным, умеете писать сценарии, монтировать ролики или озвучивать видео, то обязательно пишите в наш телеграм-бот по ссылке в описании. Будем рады сотрудничать. Спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь.